Тема новых русских банальная, я понимаю, тема богатых банальная, над ними смеются, но у меня свое отношение к ним. И вот недавно выступал Яков Смоленский, плакался по телевизору, как ему тяжело жить, бедненькие. Знаете, мне давно их жалко было, правда, такой плач олигарха, я это назвал. Ой, как им тяжело. Ну, в общем, действительно, ну что шахтерам? Шахтерам ничего не было и нет до сих пор, им кризис совершенно не имеет значения для них. А эти бедненькие, но мне их давно жалко было, я вам честно скажу. Произошло, такой перелом произошел в моем мировоззрении года два назад. Я отдыхал в гостинице Лазурное в Сочи. Лазурное, роскошный отель, построен американцами. Наши считают, что это восьмизвездочный отель. Ну, там отдыхают кто? Члены правительства, бизнесмены и бандиты. Ну, это, в принципе, одно и то же. На пляже вообще отличить невозможно, я вам скажу. Цепи, пупки, никакой разницы. И вдруг, однажды, вечером после концерта, я прихожу в ресторан, и меня встречает совершенно пьяный представитель казанской братвы. Такой, у него пальцы все. Как они не цепляются, когда ходят вот этими делами? И он совершенно как ветряная мельница, вот это вот все, руками. Он говорит, дядя Миш, слышь, ты у нас авторитет, давай выпьем. Ну, он-то опять от души, а мне-то опять расхлебывать, если кто слышал, что я у них авторитет. Я говорю, погоди, чего хочешь? Он говорит, давай выпьем. Я говорю, давай завтра. Думаю, он про трезвит вообще бы мне забудет. А он мне говорит фразу, опять бы Гоголь позавидовал такой фразе. Он, конечно, не понимает, что он говорит. Дядя Миш, ты что, как он завтра? Давай сегодня. Ну, посмотри на меня, где я, а где завтра? Утверждаю, что очень много талантливой молодежи бродит сегодня по России с образным мышлением, с энергией, да, без вкуса, недообразованных, не знает, куда деть себя. Я с ним сел, мы выпили. За то, что мы покорешились, ну, мы уже кореша были. Он вообще разговорился, я только успевал записывать. Удивительное мышление. Ему бы писателем надо было быть, честное слово. Он просто этого не знает. Например, он мне говорит, дай тост, дядя Миш, облизился Новый год. Я говорю, бери. Он встал, говорит, Новый год, это не новый срок. Понял. Я просто влюбился в него под конец вечера. Потом еще подошли какие-то представители другой братвы, не кремлевской, нет, архангельской, что ли? И вот тоже, вот, вот сила русского чувства. Тот, который подошел, говорит, дядя Миша, потанцуй с моей девушкой. Вы такого никогда не увидите. Чтобы к вам в Швейцарии подошли потанцовать с моей девушкой. Я говорю, зачем я должен танцовать с моей девушкой? Знаете, что он мне говорит? Ну, ради меня. У нас потрясающая молодежь, люди симпатичные. Просто мы не видим этого. Телевидение показывает гадость все время. А по стране ездишь, восхищаешься нашими людьми. Я не мог ими не восхищаться, потому что они сделали мне удивительный подарок. Я думаю, даже если когда-нибудь я буду праздновать 75-летний юбилей, я не получу такого подарка. Там арфистка играла. Это признак первоклассного ресторана, если арфистка играет. Очень милая женщина. И они подошли к ней. Вот далее напрягите все свое воображение. Такой подарок можно получить только в России. И писателю Задорнову от казанской братвы они заказали сыграть на арфе Мурку. Вы сейчас представили себе, да, как это? Я не столь слушал, сколь следил за руками этой Мурки. То есть я такой райской Мурки, вот так, мизинчиком. Возбуждает. Я тогда слушал эту Мурку. Я тогда... С какой же фразы начать, если они вырежут это все? Начну с другой фразы. Сегодня над богатыми большинство людей смеется. А мне их жалко, правда. Вот посудите сами. Они же на всю жизнь приговорены к собственным деньгам. Они не могут расслабиться. Они все время должны думать, что с ними делать. Куда вложить. Когда за тобой придут. Задние ряды обрадовались. Заметили? Это... Правильно. Правильно вы смеетесь. Потому что придут обязательно. Или те, или другие придут. Деньги у большинства наворованные. Нельзя заработать в мире. Не то, что в России. В России тем более нельзя заработать большие деньги, не воруя. Я понимаю, наш народ считает, что он не ворует, а возмещает убытки. О, передние ряды уже начали потихоньку соглашаться со мной. Возмещает убытки, нанесенные ему государством. Но не до такой степени, чтобы летать по всему миру аж с обувными коробками, набитыми новыми 100 долларами, хрустящими купюрами. Эти купюры, чтобы вы знали, новые. Еще не все американцы видели. Да, так потешно было наблюдать однажды. Американский продавец у нашего спрашивает, что у вас в руках? Наш американцу говорит, это ваши деньги. Берите, берите, не волнуйтесь, настоящий из России. Я не ханджа, я понимаю хорошо, когда деньги есть, но когда в таких количествах, я вас уверяю, это головная боль. Ведь бедные бизнесмены приходят на концерты порой с телефонами. Они не могут отвлечься от дел, связанных с деньгами. Выступаешь, как на бирже. Одни антенны торчат в первых рядах порой. Сами наклонятся туда в штаны, говорят себе чего-то. Как поменять сгущенку на мазут? Вы смеетесь, а у меня однажды в зале человек на весь зал, как взорет, не полечу в Австралию на самолете. Возьмите до Австралии билет на скорый поезд. Вы посмотрите на лица богатых. Перестаньте завидовать. Одни заботы. Как построить дом площадью 16 соток на участке в 6? В какой эксклюзивный садик катать синишку? А в этих эксклюзивных садиках дети мечтают стать Басаевым, Дудаевым, Боцманом, Чайником. Снежинкой в эксклюзивном садике практически хочет быть одна воспитательница. Опять-таки проблема, как утаить деньги от родственников. Потому что чем богаче человек, тем больше у него родственников. Это народная примета такая. Слышите, задние ряды засмеялись? Это родственники как раз. А передние вообще замолчали. Родственников считать начали. Я заметил, идет человек по улице, посмотрите внимательно, улыбается во всю улицу. Это означает нищий. А что ему грустить? До кризиса денег не было и во время кризиса нет. Идет олигарх, скулы свело. У него жилваки на затылке. Во всех местах по кризису. Это не человек, это портрет Пикассо периода кубизма на тебя движется. Посмотрите по телевидению. Чем больше, моя примета, чем напряженнее лицо, тем больше человек наворвал. Видели лица членов наших правительств? Улыбается один Ельцин. Не ищи! Еще один нищий захохотал. Это не жизнь. Уверяю вас, они не могут расслабиться, посидеть, почитать Гончарова под торшером, поговорить о любви. Какая любовь? У них любовь с предоплатой. Все. Они бедняжки. Многие перестали говорить о бабах. Только о бабках. Невозможно. В туалет не могут пойти сами. Секьюрити сначала забежит. С умным видом. Заглядет в унитаз. Не блеснет ли оттуда дуло киллера? Которая потом продырявит хозяину нижнюю голову. Потом докладывает. Все спокойно. Заходите, присаживайтесь. Подано. Хозяин не верит. Сам присесть пробовал? Пойди присядь, потом доложи. Секьюрити по-русски это охрана. Но разница есть. Секьюрити это такая охрана, у которых накачаны даже уши. Глазки маленькие, как мозг. Зато шея диаметром с голову. Но это у самых умных. Это естественно. Видели, за хозяином идут, свиньёй выстроятся по улице. Оглядываются, сами всего боятся. Ворона каркнет, все на тротуар ложатся, как ходят. Последним хозяин шлёпается. Застреленный. Это не жизнь. Два бизнесмена ехали в лифте, никого не трогали. На одном из этажей входит бандит. Хрестоматийный совершенно бандит. Пуленепробиваемый лоб. Татуировка во весь организм. Бурлаки на Волге. Причём на машине Волги. С ним бультерьер. Лица одинаковые. Бультерьер ниже чуть-чуть. Бизнесмены так его видоиспугались. Задрожали, вжали в стенку лифта. А бандит-то уверен был, что они собаки его испугались. Как гаркнет. Сидеть! Оба в момент послушались. Тут же сели на мокрое. Причём на собственное, как вы понимаете. Их надо жалеть. У них везде всегда проблемы. Со здоровьем. Знаете, какие у богатых проблемы? О, я по себе знаю. Да, я ж тоже с первых рядов. Рассказываю. Секрет рассказываю. У богатых за их деньги врачи такие болезни находят. О, наконец-то первые ряды своё почувствовали. Которых в мире вообще нет таких болезней. И радикулит пятки. И перелом правого желудка. И грыжа коренных зубов. И облысение лобковых подмышек. Точно, богатых засмеялись. Наконец-то шевелиться начали. Особенно олигархов жалко. У них же ещё проблема с моделями. Знаете, модели это такие девушки с фигурами шнурков. Как такие в России растут? Я не знаю, то ли радиация, но... Ну, правда, ни талии, ни плеч. Одна шея такая, которая книзу раздваивается. Идёт по улице суповой набор. У олигархов с ними проблемы. При мне за столом сидела модель, олигарх подошёл, говорит. Разрешите с вами познакомиться. Она как притч на девушке вставать начала. Он смотрит, этот процесс не прекращается. Олигарх такой, кошелёк и два ушка, обычный. Он говорит, вы прекратите вставать когда-нибудь или нет? Она ему говорит, со мной разговаривайте, подпрыгивайте, а то я не слышу. Он тоже не дурак оказался. Говорит, а чего мне подпрыгивать? Я сейчас вам позвоню туда наверх. И вот парадокс. Денег много, а лица у большинства несчастливые. А потому что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ